я хотела бы сказать рассказать опыт моего отца он был зависим от алкоголя сигарет немножко предыстория мы жили в молдавии мы должны знать как бы если знать традиции молдавские на то время человек который заходил в дом обязательно должен был выпить стаканчик вина у каждого есть вино они виноделы все готовят это вино на зиму круглый год у людей есть вино в доме и трудно было устоять человеку даже который хотел бы с этой проблемой решить не пить это очень трудно было в то время не знаю как сейчас мой отец еще он не настолько как бы пил сильно но он был агрессивным когда выпивал стакан вина и тогда когда если он выпить вино очень сильно бил мою маму бил меня бил мою сестру очень сильно и тогда мама решила его лечить она лечила его и в санатории и ампулы и только что что на то время же не было психологов ну психиатры какие-то давали ему лекарства он кидал их не хотел и очень много на то время было даже убийств мужья убивали жен когда выпивали его лучший друг тоже выпил тоже пил и бил жену она убежала к соседке тогда он пошел быстренько ее позвать от соседей вышла соседка они жена а он за то что был пьяный он не различил облил ее бензином поджог и женщина умерла тогда мой отец побоялся этого начал какое-то время не пил искал способы чтобы помог помочь друзья говорят да что ты ладно что с тобой и ты шо не мужик мы не можем выпить стакан вина но он говорил друзьям что мне делать у меня проблемы с этим выпей стакан вина ничего им не будет твоей семье он не мог он практически не мог выйти из этого состояния и последний раз когда он выпил он зарезал мою маму моя мама чудом выжила потому что во первых она спряталась пока мы ее нашли вызвали скорую и оперировали на все пришла в себя все хорошо он сказал больше не буду петь ни за что но это недолго длилось и он опять начал пить начал буянить когда у нас настолько была тяжелая жизнь от этого что мы смотрели вот с работы он должен уже прийти им уже пять часов мы выглядывали из-за калитки смотреть какой он идет потому что если он идет мы знали походку когда он пьяный немножко выпивший даже тогда я и сестра и мама убегали убегали в огород а там нас мы уже приготовили там нас был маленькая калиточка и все убегали далеко чтобы он нас не смог достичь соседи у нас были адвентисты седьмого дня церковь была рядом он очень плохо отзывался о них очень плохо разные там разговоры про не говорил недостойные и соседка говорила георгий пойдем посмотришь зачем говорит даром посмотри один раз и чтобы тебя вот не были эти сомнения чтобы ты не разговаривал так некрасиво о людях которые идут молиться но он если выпьет еще стакан вина горлопани там я знаю как в этом молитесь и разные плохие слова говорил мама уже не знала что делать как жить как с этим она очень сильно молилась на то время иконом как она умела это делать и сестра потом соседка в одну пятницу вечером идет подымается на собрание потому что так горка собрание было церковь была на горе и мой отец идет с работы подвыпивший и кстати очень много и денег уходила на сигареты и на выпивку она говорит пошли пошли георгий посмотришь пошли послушаешь увидишь людей и у тебя будет личное мнение об этом пошли пошли я знаю что я я все знаю о вас ну пошли я посмотрю проповедь была о том как распяли иисуса христа римляне и иудеи какая цель какая роль была иудеев что они как они распяли как роль была у римлян и в деталях было рассказано как его мучили как его распинали он очень сильно ну как взволнован был от этого читал сам ну там давали читать стихи все плакал и он очень сильно проникся этому дух святой над ним работал и он очень сильно проникся этой силой божественной и после собрания он пошел домой говорит маме как мать ты знаешь как был иисус христос это ну как его распяли мама говорит ну в церкви сколько там говорит батюшка там мама очень редко ходила в церковь ну что и он рассказал полностью все в деталях он горит ты знаешь я с сегодняшнего дня не пить не курить я все оставляю но он говорит ой вот чтобы та кошка не услышала а то сейчас будет смеяться с тебя мой как я серьезно тебе говорю на утром он стал оделся выкупался оделся пошел на собрание мы очень осторожно смотрели на это потому что зависимость она такая что человек не может устоять и он я я я понимаю что он может быть страдал от этого но мы этого не видели он очень много молился господь освободил его от этого и наша жизнь разделилась до и после но если люди говорят иной раз жизнь разделилась до и после потому что случилось что-то плохое потом а у нас вот было плохо и вот господь так дух святой над ним и ну портну работал и как сказать повлиял что он оставил все в один момент и курева и все 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 и все эти и друзья сказали что то такое что-то ты стал каким-то этим сектантом что это же ты не мужчина пошли на рыбалку пошли в карты пошли тонны никуда и он стал самым лучшим другом у нас вот мы с моей сестрой старшей сестрой все вопросы мы решали с ним и и насколько было радости когда ты знаешь что у тебя отец он не под настроением он не под ты если у него что-то случилось его настроение нет не подходи к нему или нет он был постоянным он был таким он был ну ты можешь его ночью разбудить и попросить он станет и очень много потом семей к нему приходила с вопросами с проблемами очень много молодых парней приходила спрашивали как он справился слова господу я благодарна что через нашу сестру соседку мы приняли господа иисуса христа как нашего спасителя и мы очень рады этому я рассказала этот опыт для тех кто зависим может быть этот опыт кому-то поможет обратитесь к иисусу христу принесите все бремена свои к нему и отдайте ему он решит эти проблемы с вами он даст духовные силы вам все это оставить и опять же повторюсь может кому-то это поможет я бы сказал слава господу за все